Истин. Истин. Не всегда дети вступают правильно, и подчас они обижают своих мам. Но мама их все равно любит, и для каждой мамы сын или дочка всегда самые лучшие и самые любимые. Об этом следующее стихотворение, которое исполнит Артем Сергеев. Я маму мою обидел, теперь никогда-никогда из дома вместе не видел, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я ей не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепчу, уйду я, уйду в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду, и через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с бородой, и буду всегда печально, и молчаливый такой. И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет, и в самолет реактивный мама возьмет билет. И в день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет оттуда мама, и мама меня простит. Конечно, мама всегда простит, всегда поймет и всегда поддержит. А сейчас свою песню дарят нам Аня Бородина и ее мама Зима. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 Лова и их мама. unpreчика. Маленький зайчикчик улыбнулся. «Я тебя люблю вот так!» И развел руками. «А вот как я тебя люблю!» Мать ему сказала, развела руками и тоже показала. «Это очень много!» Та шептал зайчишка. «Это очень-очень много, но не слишком!» Он присел и прыгнул, высоко, как мячик. «Я тебя люблю вот так!» Засмеялся зайчик. И тогда ему в ответ разбежавшись лихо. «Вот так, что я тебя люблю!» Попрыгнул зайчих. «Это очень много!» Прошептал зайчишка. «Это очень-очень много, но не слишком!» «Я тебя люблю вот так!» Зайчик улыбнулся и на траке муравей перекувырнулся. «А вот как я тебя люблю!» Мамочка сказала, улыбнулся, обняла и поцеловала. «Я тебя люблю вот так!» «Понимаешь, мама!» «А у мамы на руках видно всю долину!» «Вот как я тебя люблю!» Мать сказала сыну. «Так прошел веселый день. Час, когда смеркалось, что-то белая луна в небе показалась. Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке». Зайчик маме прошептал, закрывая глазки. «От земли и до луны, а потом обратно!» «Вот как я тебя люблю!» «Разве непонятно?» Подогнув со всех сторон зайки одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. «Очень-очень много, так приятно!» «Казали бы, до луны, а потом обратно!» «Казали бы, до луны, а потом обратно!» «Казали бы, до луны, а потом обратно!»